Выбор обуви для ребенка очень важный вопрос. Косточки малыша еще очень мягкие, они только начинают твердеть. Покупая обувь своему ребенку, старайтесь выбирать такую, которая хорошо держит лодыжку. Подошва должна иметь удобный изгиб, обувь должна быть просторной. Нормальное расстояние между большим пальцем ноги и носком ботинка пол сантиметра. Проверять размер обуви надо тогда, когда ребенок стоит, в этом положении нога занимает наибольшую площадь, но обувь не должна быть слишком большой, так как в ней ребенок чувствует себя неудобно. Не следует покупать обувь на размер больше, рассчитывая на более долгий срок ее службы. Лучше купить обувь подешевле, но такую, которая хорошо сидит на ноге. Учитывайте при этом, ноги малыша растут очень быстро, не покупайте обувь впрок. По возможности, не давайте малышу обувь, которую уже носил его старший брат или сестра, так как предыдущий владелец уже придал ботинкам определенную форму. И эта форма чаще всего совсем не подходит младшему ребенку. К тому же, ношеная обувь менее жесткая, поэтому хуже удерживает лодыжку. Наконец, старайтесь не приобретать обувь, которая скользит по полу. Этот совет особенно важен для детей, недавно научившихся ходить. Детям лучше носить обувь с резиновой набойкой или с желобками вдоль подошвы, предохраняющими от скольжения. Ноги ребенка растут быстро, поэтому первые туфельки очень скоро будут малы. Вам следует почаще проверять обувь ребенка. Если вы замечаете, что большой палец ноги касается края обуви, когда ребенок стоит, то срочно покупайте новую пару. Неплохо, если ребенок постарше будет дома ходить босиком. Но, конечно, при условии, что в квартире достаточно тепло и малыш не рискует поранить ноги занозой. Всего вам самого доброго!